линейка пола джорджа всегда была для меня лакомым кусочком ведь за небольшие по сегодняшним меркам деньги кроссовкам данной серии практически всегда удавалось меня удивить хорошем смысле этого слова и неизменно предлагать достойный игровой перформанс и вот на моих ногах на пиджи 6 который по сравнению с предшествующими кроссовками серии с ног на голову перевернули абсолютно все пошло ли им это на пользу сейчас расскажу привет народ 6 джорджи действительно абсолютно не походит на своих предшественников вообще как по мне трудно найти какую-то другую баскетбольную линейку в которой бы настолько плохо была реализована преемственность серии если у вас есть вариант таковой напишите мне в комментах знаю что многим данная преемственность важна не скрою мне так точно ведь как ни крути узнаваемость линейки это очень важный момент но при этом предлагая каждый год различные силуэты и технологии дизайнеры лишают нас такого сомнительного удовольствия как застой которым буквально пропитаны все кроссовки дядюшки дырю так что зачастую не похожесть это не так уж и плохо признаю что я в диком восторге от дизайна 6 джорджи и это одна из главных причин почему я решил их попробовать забегая немного вперед скажу что была и вторая причина это амортизация но они я поведаю вам чуточку позднее друзья я рад сообщить что по многочисленным просьбам мы запускаем такие линейку мерча кроссовки нет начали с таких вот стильных качественных футболок украшенных логотипом каналы которые изданы ограниченным тиражом сам я хожу и снимаю свои ролики именно в таких же поэтому если у тебя есть желание стать частью нашего движения милости просим вот всплывашка на товар в нашем магазине а под роликом вас также ждет на него ссылка по сравнению с предшественниками ценник на шестерке остался прежним и составил скромный по сегодняшним меркам 110 долларов не всегда было удивительно как несмотря на бюджетность именно и джорджи снова и снова удается делать играбельными кроссовками прайс же в нашей стране по понятной причине озвучивать не стану тема больная при этом кому нужно несмотря на санкции и уход фирмы из страны кроссовки эти достать вполне реально я же ведь достал да покупал я их за свои деньги в одном из следующих роликов расскажу где можно купить санкционный товар пожалуй один из главных недостатков пиджи 6 это басяцки материалы использованные при их создании материал внешки очень похож на банальный меш в носке он помягче а начиная с пальцевой коробки совсем грубый и похоже имеет синтетические вкрапления стелька плотно склеена со строблом поэтому тем из вас кто любит доставать оригинальную инсоль и менять ее на ортопедическую и подобную ей здесь данный фокус не прокатит изнутри как видите имеются торчащие нити но в общем и целом никакого криминала найт и g6 получились достаточно легкими по современным меркам баскетбольными кроссовками и цифра на весах в 372 грамма это только подтверждает склонен винить в этом небольшую высоту теканную внешку минимум обвесов умеренное количество набивки а также основной материал мицоли реакт последний представляет собой одну из самых легких пен на сегодняшнем рынке само собой во время игры эти кроссовки тяжелыми совсем не ощущается шестерки не самая дышащая игровая модель и в этом нет абсолютно ничего удивительного цифровый микроскоп наглядно демонстрирует что отверстий во внешке практически нет даже язычок этих кроссовок выполнен без перфораций с боков симметрично присутствует несколько зияющих дырочек но для хорошей вентиляции этого недостаточно жар и влага скопившиеся в результате активных телодвижений с поверхности ног отводится не самым лучшим образом именно поэтому оценку за вентиляцию пиджи 6 я все-таки снижаю размерная сетка в номерных джорджах это самая настоящая лотерея никогда не забуду четверки которые маломерили аж на целый размер шестой моделью к слову сказать без переключения также не обошлось эти кроссовки большими и большими лет они где-то на пол размера девятка ощущалась излишне свободны уверен восьмом с половиной размере не бегалось бы сподручнее но к счастью в наше время существуют плотные спортивные носки которые нивелируют данную проблему к тому же у этих кроссовок крутая шнуровка которая в состоянии очень качественно зафиксировать стопу при тугом затягивании даже при действительно сильной беготне стопа не лозит от слова совсем кстати пока не забыл если ты являешься счастливым обладателем широкой стопы то шесты номерные могут быть тебе интересны и несмотря на то что у меня то стопа ни разу не широкая даже так шнуровка с фиксацией справляется очень достойно несмотря на отсутствие каких-то выраженных и ригидных элементов во внешнем покрытии шестерок во время игры я не замечал деформации у них стопы по ощущениям так все просто здорово правда позже при воспроизведении резких боковых нагрузок на слоумо видно что деформация имеет таки место быть безусловно она не настолько выражена как вот в этих антах из обзора и тем не менее у пиджи 6 присутствует ригидная пластинка в середине стопы а также минимальный внешний бортик являющийся продолжением митсоли бортик кстати усилен такой вот резиновой вставкой идущий вниз и прошивающий подметку не сложно догадаться что он нужен для боковой стабилизации стопы для адекватной протекции всего вышеперечисленного оказалось достаточно возможно все дело еще и в ригидности самой внешки которая хоть и деформируется под высокой нагрузкой но делает это достаточно умеренно также обладая более жесткой и ригидной по сравнению с большинством конкурентов пеной шестерки автоматически обеспечивают и большую стабильность в любом случае мне очень понравился уровень безопасности предлагаемой этими малыми как часто вам встречаются надежные кроссовки которые при этом ощущаются вполне естественными не так не очень часто опыт подсказывает что либо то либо другое но только не в случае с на и пиджи 6 эти малые не смотря на допустимый уровень надежности и в плане натуральности также не подкачали в шестерках достаточно естественный перекат с носка на пятку и с пятки на носок еще и поэтому в них очень натурально перемещаться по паркету в разных игровых ситуациях безусловно это не те кроссовки которые буквально из коробки будут ощущаться как домашние тапочки ведь на подгонку им требуется время и в моем случае время это это составило пару тренировок не так много согласитесь так или иначе на уровне комфорта во время игры я остался удовлетворен да он бы выше был на порядок если бы не амортизация этих кроссовок ребят одна из причин по которой я дикого желал попробовать пить же 6 в деле это реакт напомню что изначально мне крайне не понравился данный пеноматериал от майка я находил его слишком жестким и ригидным и на фоне того же бусто на ногах он ощущался простить как бревно но это было тогда в 2017 году а сейчас напоминаю у нас 2022 то есть у компании было аж 5 лет чтобы довести до ума их топовую пену о которой сами маркетологи бренда говорили вслух исключительно с придыханием но мне-то ряд нахваливали не только они многие подписчики и проверенные временем сникер кореша дружными хоровыми пениями восхваляли отзывчивость и мягкость данного якобы похорошевшего пеноматериала я осознал что пока я вожусь со всякими там густами бумами и нитро эджами что-то очень стоящее проходит мимо меня стороной простите за долгое вступление но я должен был ознакомить вас с преамбулой и так впервые надев на ноги шестерки я действительно осознал что реакт изменился нет это не был поворот на 180 градусов но с первых секунд пена чувствовалась действительно мягче я бегал прыгал перемещался по площадке и ногам моим было нет не скажу что прям дико кайфово скорее необычно просто в то время я как раз заканчивал с четверками шок за гейм на нитро эджи и на контрасте эти пиджи все равно ощущались заметно дубовье но несмотря на отсутствие мягкости играть в этих кроссовках было приятно и с мыслью что все вокруг правы а я заблуждающийся старый вредный дурак который зря потратил несколько лет я провел ровно две тренировки да мои розовые очки спали на третьей тренировке я четко помню тот момент когда после жесткого приземления я очень сильно отбил пятку на правой ноге буквально следом присоединилась и боль в ахилле от которой я пытаюсь избавиться пока безуспешно вот это да вот вам и хваленый реакт ведь если я со своими 70 с копейками килограммами и далеко не самым высоким прыжком умудрился так долбануть пятку то что будет с бугаями за 90 кг уверен ответ очевиден но для особо непонятливых отдельно озвучу его нет пиджи 6 нельзя играть не массивным непрыгающим бойлером риск получения травмы в этих кроссовках для них слишком велик у меня же данный реакт оставил смешанные чувства с одной стороны работа над ошибками проведена и материал стал более играбелен но другой это его несостоятельность при действительно жестких игровых ситуациях делает реакт абсолютно не конкурентоспособным на фоне целой плеяды современных пен помню что в свое время я не раз высказывался о том что при создании высоко технологичных баскетбольных кроссовок данный пеноматериал ни при каких обстоятельствах не может быть использован в качестве монотехнологии амортизации что ж похоже в этом плане ничего не изменилось забавно что у меня есть сравнительный ролик в котором я сталкивал между собой boost и react так вот под ним вы можете наблюдать массовый подрыв пуканов у реакта поклонников как же я такой нехороший смело отозваться от данном материале столь неуважительны теперь я понимаю что имел на это полнейшее право ведь сравнение с бустом реакт простите сосет за обе щеки я бы еще очень долго мог продолжать тему посредственно гашения ударных нагрузок данным пеноматериалом но вовремя вспомнил что этот реакт есть за что и похвалить ранее я обмолвился о его небольшом весе сейчас укажу на его низкопрофильность другими словами между ногой игрока и игровой поверхностью расположено не так много данной пены и как следствие в этих джорджах не снижено чувство корт понятное дело что кроссовки не предложат вам топовый показатель по данному критерию и тем не менее бега в этих найпи g6 мои скоростные характеристики вовсе не были снижены по паркету я порхал как бабочка и жалил нет блин не как змея а как 44-летний дядька с уже убитыми коленями но сука тоже смертоносно материал подметки шестых номерных джорджи может и будет отличаться в зависимости от доставшейся вам расцветки мне повезло ведь выбранной мной версии была использована традиционная резинка рисунок их протектора имеет действительно очень сложное строение в нем нашлось место каким-то округлостям черточкам точкам и бог знает чему еще вероятно это лунная поверхность кратерами честно возможно у вас есть какие-то другие ассоциации если так обязательно напишите о них в любом случае давно не видел чтобы слушавцы настолько сильно заморачивались с рисунком протектора игровой обуви хотя случае с шестерками они заморочились не только с ним к счастью этим кроссовкам подобное пошло только во благо ведь пожалуй главное достоинство pg-6 это сцепка с игровым покрытием они предлагают если и не лучшее сцепление за последнее время то уж точно одно из лучших говорю это с уверенностью так как бегал в этих джорджах по нашему достаточно скользкому паркету и даже на нем эти кроссовки вели себя безупречно всегда утверждаю что за непродолжительный срок тестирования практически никогда не удается выявить проблемы с носкостью игровой обуви поэтому в данном разделе я занимаюсь предположениями а также анализом полученных ранних результатов перед вами кроссовки после 6 зальных тренировок и как видите в плане носкости поругать их можно лишь за маркость не подошва не внешнее покрытие не претерпели никаких деформаций даже краска на стельках толком не стерлась при этом я не считаю что в этих джорджах можно а главное стоит играть на улице дело в мелких деталях подметки которые наверняка сотрутся очень быстро так что зал и только зал признаюсь пол джордж это мягко говоря не самый мой любимый атлет в колоде найка но именно его линейку несмотря на всю ее бюджетность в крылатом бренде я считаю самые играбельные и это несмотря на все те бабки и технологии которые присутствуют в кроссовках более звездных коллег по цеху до шестерки получились не без изъянов среди которых я в первую очередь отметил бы простецкие материалы и посредственную амортизацию и за последний эти малые ни в коем случае не подойдут для массивных и летающих бойлеров но несмотря на это кроссовки получились неплохо сбалансированными такими ярко выраженными достоинствами как комфорт чувство корта и топовая аттракция и что самое приятное данная модель не стоит больших денег если спросите меня то кроссовками я остался доволен оставлю ли я себе до стопудово обязательно буду использовать их для лайтовых игр и в качестве повседневки очень мне нравится то как они ведут себя и смотрятся на ноге а еще мне нравится что вы досматриваете мои ролики до конца за это я говорю вам спасибо напоминаю о наших замечательных футболках символика канала и передаю слово моему позитивному помощнику субтитры сделал DimaTorzok